Слава Богу! Я свою проповедь начну с книги Иеремии, с 38 главы. Здесь произошло такое событие, когда царь Вавилонский, он окружил город Иерусалим, и все это связано с тем, что народ Божий, он перестал слушаться Бога, он перестал ходить путями Господа, и поэтому пришло такое от Бога наказание. Он окружил город и хотел его взять, сжечь его огнем, побить женщин, детей и всех. Такая у него была цель. И вот царь Иаким, он приходит к Иеремии и говорит, он послал к себе Иеремию пророка, и сказал, царь, я тебя прошу нечто, не скрой от меня. Это с 14 стишка, теперь 15 стих. И сказал Иеремия Сидекий, если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? Если дам себе, то ты не послушаешь меня. И клялся царь Сидекий, и клялся царь Сидекий и Иеремии тайно, говоря, жив Господь, который сотворил нам душу эту, не предам тебя смерти, и не отдам в руки этих людей, которые ищут руки твоей. И тогда Иеремия, ну, в общем, здесь царь пожелал как бы услышать от Бога. Он, ситуация была такая стесненная, очень такая тяжелая ситуация. Он хотел, хотя он был человеком грешным, хотя он там не чтил Бога, как должно, но он хотел какой-то выход лучший найти. И Иеремия ему говорит, так, тогда Иеремия сказал Сидекий, «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». Такой выход Бог ему предложил. Не просто какие-то теории или еще что-то, он ему говорит, вот, есть реальный выход из этой ситуации. Если ты вот так сделаешь, то ты будешь жив, и тебе станет намного легче. Вот в нашей жизни тоже Бог предлагает выбор нам, выход. Когда-то это был выход, ну, можно так сказать, в начале нашем. Идти за Богом или не идти. Избери жизнь или смерть, благословение или проклятие. И мы сделали этот выбор, да? Слава Богу, многие не делают этот выбор. Но все-таки этот выбор, он не прекращается. По нашей жизни всегда есть опасность, что если мы перестанем следовать, и Писание об этом говорит, если праведник перестанет творить неправду, то его правда прежняя уже не вменится к нему. Поэтому это слово, оно остается актуальным для нас. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание, чтобы мы вот эту историю применили к себе. И во всей нашей жизни у нас каждый день, может быть, происходит какой-то выбор. Приходит время выбрать. Или так, или так. И у нас бывает, когда нас влечет, можно так сказать, сделать неправильный выбор, у нас есть причины. Вот когда ваш ребенок не послушался вас, вы послушайте, ну у него же очень веские причины. Ты послал ребенка найти что-то. Папа, я не нашел. Ну все, ну что еще сказать? Ну не нашел ребенок. И у нас всегда могут быть какие-то веские причины, почему мы не делаем то или другое, или почему мы делаем то или другое. И вот здесь у Сидекии тоже была причина. И можно сказать, ну довольно-таки уважительная, да? И сказал царь Сидекия Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не передали меня в руки их, и чтобы не надругались надо мною». Видать, этот царь, он не был, ну так сказать, «nice». Раз он переживал, что те люди, которые ушли, они ему какую-то угрозу выявляли, да? Они могли, как он говорит, надругаться надо мной. У него были враги, соответственно, и он боялся, ну как, я выйду туда, они там поиздеваются надо мной или еще что-то. Ну вроде бы да, хорошо. Но смотрите, что дальше говорит Иеремия. И сказал Иеремия, «Не предадут. Послушай глаза Господа в том, что я говорю тебе. И хорошо будет тебе, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь». И дальше он перечисляет, и мы знаем, что произошло с этим царем. Мы знаем, что исход его был очень печальный. Хотя вроде бы он имел, ну, такие веские аргументы, почему не выйти, да? И как это, царь и выйдет, и потом у него же князья же еще были здесь. Это не так просто было. Это было непросто. Но Иеремия его заверил словом Бога. Так не произойдет. Не бойся, это для тебя выход. По нашей жизни у нас есть разные ситуации, с которыми мы сталкиваемся. И Бог всегда, всегда дает нам выход из этой ситуации, из той или другой. Поступи так, тебе будет хорошо. Пусть тебе страшно, пусть тебе неприятно, или еще что-то. Но ты так поступи, тебе будет хорошо. Я вообще задумался, почему же все-таки нас, бывает, толкает на какие-то, ну, неправильные действия. Тут Иаким, он как-то объяснил свое поведение, да? Или Сидекия, да? Сидекия. Он объяснил, что вот поэтому я не могу. Есть разные причины, почему мы поступаем так или иначе. Но одна из главных причин, я думаю, почему мы в каких-то ситуациях не выполняем волю Божию, преследуем какие-то свои цели, отходим и делаем не так, как Бог этого хотел. Это связано с тем, что говорит апостол Яков в первом послании. Апостол Якова, 14-15 стих. Не, ну, давайте с 13-го прочитаем. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает себя злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Здесь такое слово пользуется, похоть. Ну, я не буду сильно в подробности даваться значение этого слова. Ну, это то, что желание, которое имеется между людьми и противоположного пола. Но это не только, потому что все, что у нас есть, все, что мы видим, это прообразы. Бог так это все сотворил, чтобы оно напоминало нам о небесном. И в Ветхом Завете Бог обвинял народ израильский в блудодействии, да, там. Но это не было блуд, так сказать, по плоти физическое. Это было блудодеяние по вере, когда они увлекались другими идолами, служили другим богам. В частности, Исаия, 57-я, 5-я глава, там написано, что они имели похоть, «Возжигались похоть к идолам». Я вот именно на эту сторону хочу как бы заострить наше внимание. И первое послание Петра в первой главе. Здесь написаны такие слова. Мне очень сильно это нравится, местописание. Но я его прочитаю, но здесь немножечко, как бы я только часть из этого употреблю к тому, что я хочу сказать. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное». Третий стих, да. «Все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества». Это наше призвание, друзья. Бог избрал нас, чтобы мы причастились, то есть, чтобы мы соединились в божественное естество. Что является нашим естеством? То есть, это то, кем мы являемся. Это наше мышление, это наше мировоззрение, это все, что мы есть. Это наше естество. Здесь апостол Петр говорит про естество Божие. И вот Бог нас избрал, чтобы мы стали частью этого. Ну, как же мы становимся частью этого? И здесь он дальше и говорит причастниками божественного естества, запятая и пояснение. «Удалившись от господствующего в мире растления похотью». Этот мир, он растлевается похотью. Похоть – это сильное влечение, сильное желание. Иоанна, 2 глава, 16-17 стих. Ну, 15-й стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Этот мир, он растлевается в этой похоти. Почему? Потому что у них нету контроля. У них нету контроля. У многих из них, они даже прилагают большие усилия и старания или прилагали, чтобы у них не было каких-то моральных кодексов, стандартов. Мы это видим в меньшинстве, которое там, ну, вы сами понимаете, сексуальное меньшинство или там атеисты и все остальное. Они прямо хотят убрать любые стандарты, любые какие-то эталоны, чтобы все было позволительно, чтобы все было, чтобы ты делал и даже не задумывался. Правильно, неправильно, чтобы убрать различия между правильным и неправильным. И этот мир, он растлевается этим самым образом. Писание говорит, они, оставивши естественное потребление, начали... Кстати, я читал... У меня есть полная Библия. Я думаю, что вы знаете, что она имеет небольшое отличие от неполной. Это вроде как, может быть, не стандарт, но я все равно хочу привести эту историю из книги Даниила, 13 глава. В канонической Библии всего 12 глав. 13 глава, там описывается история про Сусанну. Я думаю, что многие из вас читали. Это была очень красивая женщина. Интересно, это может быть как бы сайдноут, да? Написано, что родители ее были праведны и научили дочь свою закону Моисееву. Она была богобоязненная. Здесь они так и написаны. Она очень красивая и богобоязненная. И вот у нее был муж, у нее были дети. И там были два человека, которые были старейшинами. Я не знаю, какого они были возраста. Ну, наверное, не сильно старые. Может быть, лет 50, не знаю. И они пожелали ее. Они захотели. И здесь 7-й и 10-й стих. Здесь написано так. Когда народ уходил, там в ее доме, на ее property, да? Собирался народ. И там, как эти старейшины, они проводили суд. Разбирались, кто прав, кто виноват. И когда народ уходил, и видели ее оба старейшины, всякий день приходящую, и прогуливающуюся. И в них родилась похоть к ней. И дальше смотрите, что происходит. И это, можно сказать, как бы действие, которое всегда приходит с похотью. Когда мы позволяем этим мыслям начинать жить в наших сердцах, здесь написано так. И извратили ум свой. Извратили сами. Они сами себе, может быть, убеждали. Хотя здравый смысл им говорил, слушай, у нее есть муж. Она может быть молодая. В любом случае, у нее есть муж. У вас, может быть, там свои жены есть. Или, по крайней мере, пойди, найди себе свою. Почему ты именно на эту смотришь? Здравый смысл бы так говорил. Но они извратили ум свой и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо. Чтобы не смотреть на небо. И не вспоминать о праведных судах. И там получилось так, что они затаились там в саду, когда она осталась одна, выслала служанок, закрыли служанки ворота в сад. Она была одна. А они тут раз выбежали к ней. И так интересно, они еще говорят, я не буду читать. Ну, они ей предложили себя. И она сказала, интересно, эта женщина интересно заговорила. Смотрите, они сказали, что если ты не согласишься быть с нами, побудь с нами, если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша. И ты поэтому отослала служанок своих. То есть они ей шантажировали. Они сказали, если ты не согласишься. У нас есть авторитет. У них был авторитет. Ихнее слово, оно имело вес. Мы начнем лжесвидетельствовать против тебя, что с тобой здесь был молодой человек. Ты изменяла мужу своему. У тебя есть легкий вывод. Просто побудь. Но она застонала. Тогда застонала Сусанна и сказала, тесно мне это всюду. Ибо если сделаю, это смерть мне. А если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого. И впасть в руки ваши, нежели согрешить перед Господом. Вы знаете, в нашей жизни бывают ситуации, где нам тесно. Вы знаете, грех, он имеет сильное влечение. Каин, он не смог противостать этому греху. Хотя, Бог говорил ему, грех лежит у порога сердца твоего. Но ты господствен над ним. Приходит грех, он не подходит и не говорит, знаешь, если хочешь. Но он находит доступ. Что интересно, что по-разному люди грешат. Кому-то, кто-то поддается, может быть, я не знаю, наркотикам, кто-то куреву, кто-то еще чему-то. И есть такие вещи, которые, вообще, Павел говорит даже так. Нет ничего нечистого в себе самом. На самом деле, все эти дела, которые мы делаем, они могут быть не грешными и грешными. То же самое дело. Я приводил тогда историю, когда Давид исчислил народ Божий. Бог разгневался, он поразил тысячи израильтян за это. Бог был недоволен подступком Давида. А уже когда Неемия, Неемия, по-моему, а при Неемии, Бог сам ему сказал, Неемия, посчитай народ. Тот же самый поступок, для одного это был страшный грех, а для другого это было нормально. То есть, мы можем иметь разные слабости. Дьявол не подходит, дьявол или не знаю как, тебе не предлагается то, что тебя не влечет. Ты не имеешь проблему с тем, что тебя не влечет. You don't struggle with it. Ты имеешь проблему с тем, что тебя влечет. И это может быть разное. Для кого-то, может быть, просто поспать, спал бы целыми днями, или, я не знаю, или еще что-то. Для кого-то, кто-то на интернете лазит, ну, а кто-то на телефоне готов проговорить, ну, разные вещи. Даже я не хочу, как бы, засредоточить наше внимание на каком-то определенном поступке. Мы сами знаем, что нас влечет. Мы с нами знаем, что нас тянет ко дну. Мы знаем, что нас отдаляет от Бога. Это очевидно. Мы можем смотреть на последствия. Мы можем оправдывать какие-то поступки и говорить, что это нормально вроде, что-то такого. Но если это имеет негативное влияние на тебя или отдаляет тебя от Бога, то это и является твоей похотью, то, что тебя влечет, оно тебя отдаляет от Бога. Это страгл такой, да, как бы, это не просто так, это какая-то борьба с этим связана. И когда мы проходим через это, это не так просто. И вот здесь Сусанна, она застонала. Она, когда она поняла, в какой ситуации, вы знаете, у нее там были дети, у нас у всех есть дети, да, не страшно умирать, потому что мы пойдем к Господу. Нам нечего бояться в смерти. Но ты думаешь о том, что за тобой еще детки есть, еще маленькие, да, там, и нам как-то, мы об этом думаем, нам, нас это тревожит. Может быть, и это частично ее тревожило. Конечно, это и позор, который бы она пережила бы, потому что ее оклеветали, она была богобоязнена, она была в ней порочная, а тут о ней бы такие вещи говорили, это было, это было очень трудно, но она решила, что я не сделаю греха, а там, как Бог решил. Вы знаете, в послании евреям, в 11 главе, описаны герои веры, как они полки прогоняли, как они там такие великие дела делали, Бог проявлялся в их жизни, они наяву видели и чувствовали присутствие Божие. Но там же описывается, что а иные же не получили, не получили, не было такого в их жизни, что они веровали, и им пришло воздаяние тут же. Месседрах, Мессахи, Авдинага, когда перед ними был выбор, поклониться или не поклониться Истукану, они сказали, мы поклоняться не будем. Почему? Потому что они поклонялись Богу живому, они знали, что это противоречит их невере. Бог наш силен спасти нас, но если и не так, даже если не так, даже если мы здесь не получим воздаяние, мы готовы пройти через эти трудности, через эти испытания, через эту борьбу, воздаяние придет, может быть не сейчас, но оно придет. И тогда Сусанна закричала громким голосом, закричала, прибежали все туда, и старейшины тоже закричали. Ну, конечно, они ее оклеветали, уже назад дороги не было, и повели ее побивать камнями. Ее должны были поразить смертью. И когда выводили ее уже за город, уже все, и тогда написано так. Когда она была введена на смерть, возбудил Бог, святой дух молодого юноши по имени Даниила, и он закричал громким голосом, чист я от крови ее. Тогда все обратились к нему, почему он так сказал. И он говорит такие слова. Тогда он став посреди них и сказал, так ли вы неразумны, сыны Израилевы, что не исследовав, не узнав истины. То есть они просто, как бы им было свойственно доверять этим людям. Ну, авторитетные, старейшины, ну, кому поверить? Ну, кому поверить там? Или взрослый человек подойдет, что-то скажет, ну, или ребенок, который тебе вчера и третьего дня врал, можно так сказать. Ну, то есть разные, в этой ситуации они так решили, ну, конечно же, тут это же старейшины, и они, может быть, даже проявили такое, как это называется, малодушие или лицеприятие. Ну, как ты скажешь человеку, который с авторитетом и все, эта женщина, да, она была, вроде, может быть, о ней и доброе слово было, но тут их двое было, и все равно мы как-то, все равно мы понимаем, что лукаво сердце испорчено, крайне, и мы знаем, что всяко возможно, и человек может казаться на людях очень правильным. Мы много, мы встречались о такой в нашей жизни, когда человек ведет себя хорошо и правильно, а потом мы узнаем, оказывается, это не так. Но они все равно не приложили больших усилий, потому что Данил их в этом обличил. Он так и говорит, «Не узнав истины, осудили дочь Израиля, возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее свидетельствовали». Ну, в общем, правда выявилась. Они исследовали это слово, и он очень мудро их отдельно расспросил, и выявилось, что они говорили неправду. И эта дочь была спасена, Сусанна. Она была оправдана. Так вот, эта похоть, которую эти люди пришла к ним, они могли контролировать. Но они, я читал, они даже сами себя как бы поощрили к этому. Первое послание Яна, я читал, вторая глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Закончится наше страдание, нашу, вот этот промежуток времени, который мы на этой земле находимся, закончатся все наши испытания, все это закончится, оно пройдет. «Но исполняющий волю Божию пребывает вовек». Друзья, я хочу, чтобы мы внимательно вникли в себя. И заметьте, что здесь я прочитал, Павел, Петр, Ян, вернее, не выделил какое-то одно дело. Он перечистил несколько вещей. «Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская». В общем, оно суммирует все наши трудности. «Похоть плоти». Чего наша «плохоть» хочет? Она желает противного духу. Все, что противоречит этому, мы должны понимать, что это связано с «похотями плоти». Мы должны этому противостоять. «Похоть очей». Что нас привлекает в этом мире? К чего мы хотим? К чему мы стремимся? На что мы обращаем наше внимание? К чему мы направляем наш взор? Про героев веры написано. Они говорили о себе. Мы странники и пришельцы. Говорили это потому, что они искали будущего. На что мы управляем, направляем наше внимание? И гордость житейская. Чем мы гордимся? Чем, что нас как бы, ну как бы, вводит в состояние такого удовлетворения или самодовольства? С чем это связано? Если это не связано с вечностью, это не связано, если с Богом, то это пройдет. И если мы неправильно себя ведем, в неправильном направлении идем, направляем наши шаги, наши мысли, да, то результат будет соответственен, друзья. И, конечно, это все, оно в такой обманчивой форме бывает, часто преподносится в наших мыслях, и все, что нам стоит, это просто согласиться с этой мыслью. И оно потом настолько захватывает, что ты даже сам, бывает, не можешь разобраться, а что правильно или неправильно. Особенно сейчас, в нынешний век, особенно трудно, я считаю так, когда мы жили в Советском Союзе еще, да, наши дети не жили, но то время было яснее, где же свет, а где тьма. Сейчас как-то это все размыто, оно все как-то, смотришь, верующие люди, они поступают так, и ты, и оно может, когда ты начинаешь с этим как бы соглашаться, то потом даже и невозможно уже и разобраться. Поэтому хотелось бы, чтобы мы искренне задались этим вопросом, пока не поздно, потому что, друзья, придет время проверки, и тогда Бог Бог выявит. Вы знаете, у меня у меня племянник, 24 года парнишке было, да, он, ну, я как-то сейчас по-другому эти вопросы понимаю. все-таки нашим детям сложно. То, то, что как бы стало доступным для них, это очень сложно, сложно эти вопросы контролировать или решать. Когда мы жили, и наше внимание было направлено на то, чтобы выжить, да, заработать достаточно, чтобы просто прожить. на развлечения как вроде времени не хватало, и как-то мы об этом не думали от этих вещах. Сейчас же все доступно, и наркотики, и фильмы, и все-все-все-все-все. Мы говорим, что мы не имеем компьютера, что мы люди святые, но на телефон рядышком, ты можешь зайти в него в любой момент, зайти куда хочешь, куда не хочешь. И дети наши могут через айпад или айфон зайти туда. Это стало настолько доступно и настолько возможно, вы купите даже им игрушку какую-то, через которую они могут на вай-фай зайти, и они могут гулять, где мы знаем и где мы не знаем. Это стало настолько, оно все, это тип of your fingers. Для этого раньше нужно было вставать, может быть, включать компьютер или еще что-то. Сейчас немножко сложнее. Я когда рос, я не знал, что такое наркотик. Ну, там, курить, пить, да. А что-то такое посерьезнее, которое имеет более разрушительный эффект или силу. Я даже с этим не мог столкнуться. Слава Богу за это. Но нынешнее поклонение, поколение, оно с этим сталкивается, друзья. Я не знаю, как, но нам нужно помочь. Я не знаю, как. Я не знаю, что моим детям еще может быть рановато, но может быть надо подготавливаться уже. А для кого-то, может быть, здесь сидящих уже поздновато, может быть, уже столкнулись и нужно принимать какие-то другие меры. Я не знаю, вот мой племянник, так получилось, он познакомился с девчонкой, они поженились и начали жить. Какие-то наркотики они там употребляли, не знаю, получается так, что там в тюрьму попали, выпустили, ну, потом в конце концов его даже хотели депортировать, хотя ему было 4 года, когда он приехал. Какой он там, киргиз, в Америке вырос, да? Ну, потом его как-то помиловали, не знаю, выпустили его на свободу и он целый год был чистый, он не занимался наркотиками. Эта девчонка его продолжает заниматься, его ребенка забрала, ее мама, хорошие люди, с ним нормально все, и он целый год был чистый, и в какой-то день он просто поехал, я не знаю, я не знаю подробности, но факт тот, что он употребил этот наркотик, произошла передозировка и он ушел из этого мира. Хотя он это делал до этого вроде бы, он уже, можно так сказать, знал, что он делал. 24 года он ушел, его больше нет. Я не знаю, что с нашими детьми будет и насколько, в какой ситуации, мы можем этого не видеть и не замечать. Где они сейчас находятся и как близко они подошли к пропасти этой, мы не знаем. Но эти похоти, которые в этом мире мы читали, они, у меня даже такое впечатление, как вроде они еще сильнее стали. Даже по себе просто, ну каждый испытывается разными вещами. Но хотелось бы, друзья, помолиться. Прежде всего, помолимся за себя, конечно, каждый за самого себя. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы увидели, где же вот это то, что нас отводит от Господа. Оно отводит. Это похоть, какое-то желание, оно не стоит этого, оно пройдет, оно закончится, оно погубит нас. Хотелось бы, чтобы мы увидели выход с этой ситуации. Иеремия сказал Сидеки, вот выход, это реальный выход. Если ты так сделаешь, будет хорошо, ты не погибнешь. У нас есть выход из любой ситуации, в какую бы мы ни попали, как далеко мы бы ни зашли, у нас есть выход. И, конечно же, помолимся за наших детей. Пусть Господь наполни... Но, опять-таки, это зависит на того, насколько мы близко с Господом. Насколько мы близко с Господом, настолько мы имеем откровение от Него. Чтобы Бог давал нам мудрость, и чтобы мы заранее принимали... Мудрость заключается в том, не иметь отношения с последствиями какими-то, но предвидеть это. Предвидеть это возможно. Чтобы Бог дал нам возможность видеть, чем живут наши дети. И чтобы мы проявляли все старания и усилия для того, чтобы помочь им, снабдить их информацию. То, что Бог делает нам. Он говорит, подожди, ты не туда идешь. Сколько раз Бог в нашей жизни предупреждал заранее, если ты туда пойдешь, тебе будет плохо, не иди туда. Иногда бывает очень настойчиво, иногда даже силою Бог нас по своей милости отталкивает от чего-то. Чтобы Бог помог нам, чтобы мы видели это и помогали нашим детям. Чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были готовы. Вы знаете, часто в нашей жизни происходит поражение, потому что мы не были готовы. А после драки кулаками не машут. А почему не готовы? Потому что, может быть, мы не так близко с Господом. Поэтому сегодня моя молитва к Господу, чтобы Господь прежде всего простил нам, где мы проявили какое-то малодушие, где мы согласились, с чем мы не должны были соглашаться. И чтобы Бог помог нам, дал нам успех в нашей борьбе. Вы знаете, бывает такое. Как вроде успеха нету. Вот мне моя сестренка звонила и говорила, Петя, знаешь, такое ощущение, как вроде, ну, на тебя все свалилось, и ты не можешь. Ты пытаешься, и вроде как просвета нету. Муж умер, твой ребенок остался, и вроде бы старается, и это, и не получается. Вы знаете, бывает такая ситуация. Но я знаю, что наш Бог, Он не дает нам больше, чем мы должны перенести. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, я прошу Тебя, Господь, прости, Господь, прости меня, Господь, я поддался, Господь, этим пожеланиям каким-то. Господи, или, может быть, когда-то поддался, Господь, я обеспечиваю просто, Господь. Господи, прости за это, Господь. Прошу Тебя, Господь, помоги нам осознать, в какое время мы живем, Господь. Помоги нам осознать целиком и полностью, Господь, что мы временные жители на этой земле, Господь. Чтобы наше стремление и желание было устремлено, Господь, на небо, Господь. Чтобы мы не забывали, Господь, про небесное, Господь, про вечное, Господь. Но чтобы наши взоры, Господь, были обращены на воздаяние, которое Ты приготовил для нас, Господь. Я прошу Тебя, благослови нас, Господь, в этом, Господи. Также, Господи, просим Тебя, Боже, за наших детей, Господь. Ты видишь, с чем, Господь, каждый из них сталкивается, Господь. Ты знаешь, и Ты только один знаешь, Господь, глубину всего, Господь. Ты знаешь, Господь, кто из них, может быть, уже погряз, Господь, в этом мире, Господь, и не находит выхода, Господь. Я прошу Тебя, Господь, пусть свет Твой просияет, Господь, в их жизни. Помоги и нам, Господь, как родителям, Господь, быть чуткими и внимательными, Господь. Чтобы мы видели, Господь, и замечали в том, в чем они нуждаются, Господь. Чтобы мы вовремя, Господь, подставили плечо свое, поддержали, протянули руку, Господь, свою. Я прошу Тебя, Господь, помоги, даруй нам, Господь, мудрости, Господь, помоги нам, чтобы мы понимали, как мы можем повлиять на них, что мы можем сделать, Господь. Ты знаешь, Господь, что часто мы не знаем, как поступить, Господь. Мы не знаем, как хорошо или как плохо будет, Господь. Я прошу Тебя, помоги нам в этом, Господь. Сохрани, Господь, наших детей в этом мире, Господь. Сохрани нас в этом мире, Господь. Боже, чтобы церковь Твоя, Господь, она была отделена от этого мира, Господь. Чтобы эти похоти, это влечение этого мира, чтобы они не господствовали, не производили какое-то влияние, Господь, решительное влияние в церкви Твоей, Господь. Я прошу Тебя, чтобы мы, Господь, чтобы мы, Господь, были твердыми в наших убеждениях, Господь, в наших решениях следовать за Тобою, Господь. Чтобы мы не колебались, Господь, я прошу Тебя, помоги нам в этом. Благослови всех нас. Да прославится Твое святое имя, как оно достойно. Аминь.